Заказал я супер-жгучий бизнес-ланч в этом кафе. А супер-жгучий бизнес-ланч будет вегетарианский. Посмотрим, насколько оно будет остро для моего желудка. А заодно будет интересно узнать, как в Индии такое едят. А вот бизнес-ланч. И список их самих, этих ланчей. Меню не менялось. Вот остроту, какую можно здесь выбрать для блюда. А вот и сам супер-жгучий бизнес-ланч. Будем его сейчас пробовать. Сейчас мы посмотрим и изучим, что тут за блюдо. Это лепешка, рис, чечевица. Что-то там такое в панировке. Спаржа какая-то. Теперь время попробовать супер-жгучий бизнес-ланч. Итак, дорогие зрители, затаили дыхание. Буду пробовать первый кусок. Начнем с лепешки. Лепешка еще не острая. Попробуем каспаржу. Увидимся в островатости. Теперь прямо гострое. Попробуем-ка чечевицу. Попробуем-ка в панировке. Скорее всего, это сыр. По консистенции прямо на сыр смахивает. Вкус очень похож. А теперь попробуем рис. Рис не очень-то и острый. Либо совсем не острый. Самый острый год. Спаржа, сыр в панировке и чечевица. Теперь попробуем напиток. Напиток горячий, конечно. Но уже после того, как острое блюдо попробовал, не совсем-то и понятно, острый напиток, не острый. Оказывается, вот в этой начинке не только сама спарж входила. Еще туда горох входил. И еще малоизвестные мне названия. Типа татка дал. А самым острым оказалось вот это блюдо. Панир масала. Столько малоизвестных названий, но все равно интересно попробовать, что они содержат, из чего состоят. Так же мне стоит отметить, что зерна индийского риса очень похожи на зерна афганского риса. Понятное дело, что эти страны недалеко друг от друга находятся. Вот такие вот длинные зерна риса я ел из афганского плова капли. А в этот раз я ем рис вот с этими супер жгучими начинками. Реально остро. Но это еще не все. Блюда я все съел. Осталось вот этот вот напиток допить. Все-таки оно реально острое. Все, что я попробовал. А я-то думаю, оно будет настолько острым, что есть будет невозможно. А от остроты хотя бы рис, лепешки и напиток спасают. После того, как я начал этот напиток выпивать, оно еще больше во рту начало меня жечь. Индийцы, они едят-то каждый день, но это понятно. Они с детства приучаются к такой еде. Они там родились и выросли. Но наши желудки к индийским блюдам непривычны. От этой остроты напиток рис или лепешка спасают. Отелей.